Друзья, здравствуйте! Я в этом видео хочу рассказать об идее, которая наконец-то проявилась в информационном пространстве. И второе, я в конце видео хотел бы рассказать о своем отношении к той ситуации, которая сложилась в Школе Здравого Смысла и проявилась в межпраздничные майские дни, и в которых я принимал участие, потому что эта ситуация продолжает оказывать влияние на множество людей, и хотелось бы прояснить ее с моей точки зрения. Вернемся к идее. Я очень рад, что недавно в информационном пространстве проявилась та идея, над которой я думал уже более 10 лет. Эту идею озвучил 9-й Андрей Петрович. Видео, которое появилось недавно, называется «Что впереди?». Она прозвучала в его словах как последовательность 1-3-2. Я ему рассказывал как последовательность 1-3-2. Эта идея захватила меня с 2008 года. И почему я считаю, что она важна? Потому что она относит нас к неким сакральным смыслам. И красота ее и силы ее проявляются, можно сказать, в повседневной жизни. Я могу сказать, что если, Андрей Петрович, вы ее озвучили, значит, она прошла через ваше сердце, а значит, вы будете смотреть на окружающий мир, зачастую именно соизмеряясь с этой последовательностью. Но хотел бы начать сначала для того, чтобы показать, откуда же начался путь изучения или осмысления этой последовательности. В 2008 году... Подожди, пожалуйста. В 2008 году на кухне, в квартире, я сидел вечером, взял в руку салфетку, ну, примерно такую, и разорвал ее. Как я называл ее? Я же не помню. И понял, что Бог есть. Понимание это пришло в тот момент, когда я понял, что эта салфетка разорвалась не на две части, а на три части. Мы все забываем про звук. А звук был неотъемлемой частью этой салфетки. Он вышел при разрыве. Самое интересное, что звук нес в себе как волновую функцию, так и информационную функцию от той салфетки, которая была до этого. То есть, я понял, что я никогда не смогу вернуть ту салфетку, которая была до разрыва, работая на молекулярном уровне, особо томарном уровне, соединяя. Все равно та информация, та энергия, которая ушла из салфетки в момент разрыва, она ушла в пространство. Следующим пониманием было о том, что получается, что весь мир наш делится на три части, за исключением цифры. Только цифра делится на два без остатка. То есть, если мы четыре делим на два, то мы получаем два без остатка. А все остальное, все, что мы видим вокруг, это все делится на три части. И вот эта мысль имела очень сильное на меня воздействие, в результате которой я стал думать над ней. Понятно, что не постоянно. Но она, эта мысль вела к развитию к некому. Она меня не отпускала. И результатом которой у меня стало обращение к святым книгам. И как ни удивительно, но подсказки я нашел и в Дао Дэ Цзине, Лао Цзи, и в Коране. И в Библии. Особенно в Библии в первой главе, в первом дне. Потому что там стала раскрываться красота тройки и понимание, как взаимосвязаны тройка, двойка, единица. Я хочу обратить ваше внимание и вернуться к первому дню первой главы Библии. Она звучит следующим образом. Вначале Бог сотворил небо и землю. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездну, и Дух Божий над водами. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и увидел Бог, что это хорошо, и отделил свет от тьмы, и назвал свет днем, тьму ночью, был вечер, день первый». Раздумья над этим первым днем длились долго. В результате которого окончательно оформилась мысль этой последней раз-три-два в начале этого года только. Я вам буду говорить выжимку своих мыслей, чтобы не растекаться. Давайте попробуем расшифровать первый день для того, чтобы понять, что же там заложено. В начале – это раз. А что после раза? Мы понимаем, что раз – это и единица, и начало движения. Мы понимаем, что до раза, до в начале, находится божественная, истинная, недоступная человеческому пониманию. Здесь она проявляется, проявляется в виде смыслов. Вообще, можем сказать, что первый день, первая глава Библии, бытия – это модель. Именно модель, в ней показана правда. Мы чуть попозже поговорим про вторую часть, как я расшифровал ее, или расшифровываю, сказать более правильно. Вернемся к первому дню. Так что же после раза? И интересно то, что после раза, единицы, если немножко перевести, да, стоит тройка, а не двойка. А в чем заключается тройка? Небо, земля и дух. Мы попробуем сейчас это нарисовать. Три точки. Небо, земля, дух. Давайте попробуем разобраться, что означают эти смыслы. Потому что очевидно, что это не фактически небо, земля и дух. Это именно смыслы, заложенные в первом дне. И только начиная со второго дня начинается выворачивание этих смыслов в реальность. Небо – это аналог или метафора информации. По большому счету, в конечном итоге число. То есть мы можем сказать, что небо – это информация. Земля – это аналог формы, вещества формы. А дух – это аналог волны, это энергия. И мы получаем с вами круговорот трех составляющих, которые являются основой нашей жизни. То есть оборот информации, вещества и энергии – это и есть наша жизнь. Давайте посмотрим, что если за разом была тройка, символом которой может быть круг, три точки мы соединяем в окружность, у нас появляется символ, у нас появляется тройка. При этом в этой составляющей еще нет времени. Когда же появляется время? И тут мы обращаем внимание на следующие слова «свет и тьма». И «свет и тьма» – это два состояния, которые могут быть либо так, либо так. Тик-так. Ноль-один. Либо так, либо так. Время. И вот у нас появляется двойка. А образом двойки, в данном случае, мы можем взять линию, которая разделяет два состояния. Такая удивительная последовательность, вроде простая, совершенная идея, она раскрывается в многообразии этого мира. И если начать ее сейчас анализировать, а мы сейчас начнем анализировать, я бы мог говорить про эту идею часами, но постараюсь уложить ее в небольшое количество времени. Тем более, что я хотел бы показать, что это мысли мои, они соединялись с тем проектом, который я делаю в это же время. И эти мысли с 1-3-2 и проектом ума, который я делаю, они сходятся в одну точку. Так вот. Такая последовательность раскрывает удивительные возможности. Но давайте прежде всего соотнесем ее с библейскими знаниями о том, что персонаж из Библии, из Корана, Сатана, Иблис не поклонился человеку. А почему это произошло? И такая последовательность объясняет. Там написано, что Сатана, Иблис, произошел из бездымного огня. Тогда получается, что он произошел отсюда. Свет – это бездымный огонь. Он отказался поклониться человеку. А откуда человек произошел? Есть тройка. И есть в этой тройке земля-форма. Если вы начнете смотреть, начиная со второго дня, то Всевышний берет форму и начинает ее далее делить. За исключением четвертого дня, где он формирует канал связи. Это звезды, знамения. На шестом дне появляется человек. Он проявляется как результат деления формы. А насыщенны информацией и энергией. Тогда получается, что человек – продукт тройки. И появляется формула, которая не имеет никакого решения. Она бесконечной силой обладает. Потому что Иблису двойки приказали поклониться человеку тройке. Математически это неверно. Создается задача бесконечной сложности во всех плоскостях, которые только мы можем себе представить. Начиная от математической, психологической, топологической и далее по списку. Потому что психологически, как я поклонюсь тройкой, я должен быть перед тройкой. И такая задача напряженной обратной связи создает бесконечную, сложную, зацикленную задачу. Она как движок тянет за собой движение. И когда такая последовательность мне раскрылась, стало раскрываться еще и другие интересные свойства, которые она за собой тянет. Ну, хотя бы то, что эта последовательность проявляется и в физическом мире. Я попробую вам объяснить. Я по-другому нарисую ее. Возьму раз, единица. Три, два. Понятно, что это последовательность деления. Салфетка разделилась на три части. То есть деление произошло. То есть это деление, естественно, и создает все разнообразие и многообразие этого мира. Но если есть последовательность деления, то должна быть и последовательность созидания. Эта задача уже решалась достаточно просто. То есть, соответственно, понятно, что это модель 3, 2, 1. Ну, то есть, если салфетка разорвалась, у нее три части, две здесь и одна ушедшая, то, чтобы создать что-то новое целое, мы берем эти три части, соединяем и проходим через модель 3, 2, 1. Я взял 3, 2, 1. 3, 2, 1. Дин расположил таким образом и после этого соединил такими линиями. Если вы зайдете в интернет и посмотрите формулу и вид, структуру ДНК, то вы поймете, что это структура ДНК. Но только она закрученная. Концевые конечности имеют такое же значение. Зайдите, вы видите картинки, я постараюсь приложить ее к этому видео. Ну, то есть, получается, что деление и созидание связаны друг с другом неразрывно. И самое интересное, что они имеют еще и модель в физическом мире. То есть, они работают друг с другом. Это то, что открылось и вызвало, конечно, во мне большой прилив энергии. Потому что то, что в уме имеет еще и реальное воплощение в жизни, это подтверждение догадки, вообще, по большому счету. Теперь давайте попробуем посмотреть, а как, с точки зрения, могут эта последовательность, сможет объяснить еще эта модель управления этим миром. Раз, три, два. Три – это круг. Двойка – это линия. Как они взаимодействуют друг с другом? Они взаимодействуют друг с другом перпендикулярно. То есть, когда мы набрисуемся до раз, три, два. Ну, два в данном случае, как вы понимаете. Это линия разделения. Здесь еще не было времени. То есть, появилось три смысла. И эти три смысла, когда без времени. То есть, эта триада может быть как в гармонии, так и в застое. То есть, тройка – это одновременно и гармония в конечном своем воплощении, когда они соединятся, размерности идеально, в золотой пропорции находятся. Так и в застое, когда ты просто кружишься в одном, без времени находишься в одном кружочке, кружишься, и все время остановилось, и все. С другой стороны, двойка – это очевидно, что это союз. И с другой стороны, это вечная борьба. То есть, два этих состояния не могут быть и хорошо, и плохо. Они друг с другом должны быть в гармоничной связи друг с другом. Только тогда появляется красота. Поэтому и двойка – нехорошо, и неплохо. И тройка – нехорошо, и неплохо. Я даже думаю, что откровение математики пришло как раз отсюда, из двойки. Потому что математика, судя по всему, пришла как откровение. А давайте попробуем посмотреть, что же создают эти двойка и тройка. Попробуем нарисовать. Если вот мы смотрим на круг с этой стороны, то мы видим окружность. А если мы посмотрим на круг с этой стороны, то мы увидим линию. А вот эта линия двойки взаимодействует с этой линией вот так. С вектором сюда. То есть, двойка обладает духом. То есть, вот этот тик-так, тик-так, он запускает движение. То есть, там находится дух. Это же время дух. Время пронизано духом. Соответственно, здесь дух имеет вектор. Соответственно, получается, что этот вектор вытягивает эту окружность, этот круг, в конус. Давайте попробуем нарисовать этот круг. Чуть-чуть другой пропорции. И он вытягивает его в конус. А что это значит? Во-первых, мы знаем, что этот круг образован прежде всеми от тремя составляющими. Это вещество, энергия и информация. Смысл его, да? Соответственно, если мы смотрим на конус, то, смотря вот в этой проекции, что мы получаем? Мы получаем дельту. И таких дельт базово три. Это вещество, энергия, информация. Самое интересное, что эти дельты имеют такую же модель. То есть, если мы посмотрим вот так, дельты. Это модель КПД. То есть, как происходит вектор духа времени вытягивает окружность в конусы. При этом понятно, что он вытягивает с центра. В этом случае пассионарные вещи находятся в центре, тянутся здесь. Вот они сосредоточены вот в этих частях треугольником. А по краям находятся более инертные частицы. Это реальная наша жизнь. Она описана кривой распределения Гаусса. Самое интересное, что так как это КПД, то есть, те, кто находятся вот в этой части, они более пассионарные. Что касается вещества, энергии, информации, то они тянут за собой жизнь. Соответственно, получается, что тот, кто контролирует, у кого КПД больше, чем КПД у тех, кто находится здесь, больше, чем КПД те, кто находится здесь. Поэтому тот, кто контролирует вот эту часть, контролирует эту дельту. Так как мы знаем, что жизнь – это круговорот вещества, энергии, информации, то оно прекрасно вписывается в известную историю развития человечества, что в начале богатство сосредоточено было в веществе, оно выражалось в урожае и в скоте, в количестве урожая и в количестве скота. Потом оно перешло в богатство, в энергию, и оно выражалось в энергоносителях. И теперь богатство переходит в информационную сферу, и тот, кто контролировать будут коды информации, тот будет контролировать. Понятно, что эти богатства никуда не денутся, они просто перераспределяются в своем отношении. Но такое 1.3.2 описывает и эту модель. И в этом случае получается так же интересно, как эта модель соотносится с человеком. Потому что понятно, что такая модель, вы заметите, она нарисована на долларе. Там нарисована пирамида. Вот здесь нарисован класс. То есть это модель контроля КПД и все остальное, инертную массу контроля. Тот, кто контролирует КПД, тот контролирует модель. Соответственно, можно ли эту модель решить, то есть вырваться за пределы. Потому что контроль КПД контролирует богатство. И она пирамидальная. То есть понятно, что это пирамидальная, она создана божественным. Это божественное решение создания пирамидальной, то есть иерархичной. Можно ли такую модель сделать более, не скажу, что справедливой, или, как сказать, более человеческой. К каждому человеку. И такое решение, кстати, и существует. То есть надо одну из этих дельт вынести за пределы скобки человека. То есть сейчас эти дельты находятся внутри человеческой жизни. И получается в этом случае, что тот, кто контролирует КПД внутри человеческой жизни, он контролирует и человека. А если одну из этих дельт вынести за пределы жизни человека, то грубо говоря сделать ее, в этом случае как бы КПД становится больше единицы, но по факту она остается меньше единицы. Просто излечение этого КПД происходит за рамками человеческой жизни. То в этом случае как бы вся та действительность может быть совершенно другой. И простые мысли над этим, они приводят, что проще всего это сделать с КПД энергии. Про это говорил Тесла, у него были преобразователи, про это говорили, соответственно, Акимов, Шипов, о том, что есть торсионные технологии, которые говорят о том, что энергии в кубическом сантиметре воздуха столько, что его хватит на безумное количество жизней. То есть если появится механизм, машина, преобразователь, который может извлекать энергию из пространства, и срок его службы будет более чем длительный, чем жизнь человека, то в этом случае у человека исчезает привязанность, грубо говоря, к плодоносной почве. Потому что суши в мире достаточно для всех, а если есть преобразователь энергии из пространства, который может извлекать эту энергию, то он может обустроить свой личный, назовем, рай, и в тундре, и в Сахаре, и в заполярном круге, потому что есть энергия, значит, я могу достать воду, я могу построить теплицу и разнообразить свою пищевую цепочку. То есть я могу выращивать в любой местности, выращивать помидоры, огурцы, картошку, бананы, апельсины и далее по списку. А это значит, что исчезает привязка к одному месту, потому что появляется передвижение, которое привязывается к летающим автомобилям. Это создает вообще новый образ будущего, на котором можно работать, думать и его создавать. Самое интересное, что последовательность 1.3.2 подсказывает о том, что торсионные поля являются основой и находятся над физикой Ньютона и над физикой Эйнштейна. Потому что физика Ньютона и Эйнштейна, она работает с, прежде всего, зарядами и массой, а третье уникальное независимое свойство, которое в мире существует, это вращение. И такая гипотеза была предложена французским ученым, я забыл ее, по-моему, Катран, если не ошибаюсь, в начале 30-х годов прошлого столетия, что он сказал, если существует два независимых уникальных свойства, такие, как заряды и заряд и массы, которые создают электромагнитное и гравитационное поле, то вот же есть еще поле вращения, то есть, соответственно, оно должно создавать свое поле. И мы знаем, что все крутится, начиная от электроны, заканчивая колесом велосипеда. И все это создает поле. И дальше пошли исследования, и вдруг оказалось, что там КПД, в кавычках, якобы, может быть, больше единицы. Нет, просто оно может извлекать энергию из пространства, которое просто бесконечное множество. И оно выходит в этом случае за пределы рамки жизни человека, и появляется возможность вообще другой жизни. Ну, и мы понимаем, что раз три, а три это круг, а круг это вращение. И уже потом появляется и заряд, и масса. То есть, вращение объединяет и массу, и заряд. Она находится над, это всеобщее поле. Там были очень интересные разработки. Нашими коллективами ученых, более 120 коллективов работали до развала Советского Союза. И там были разработки и в связи, и в психологии, и в материаловедении. Занимались этими Акимов, занимался этим Шипов. То есть, есть механизмы. Друзья мои, то есть, смотрите, каким образом еще эта последовательность раскрывается с еще одной, просто с невероятной стороны. И она вообще может изменить отношение в мировом масштабе. Если у нас один, потом три, круг, назовем так, линия два. Кто здесь женщина, кто здесь мужчина? Мужчина – дух, а женщина – душа. Но тогда получается, что вначале была сотворена женщина, а потом мужчина. И тогда последовательность в шестом дне – это сотворил Бог человека, мужчину и женщину. Сотворил Он по образу. Он хотел по образу и подобию, а потом написано по образу. То последовательность получается другая. Женщина – женщина и мужчина. А это вообще по-другому изменяет отношение к жизни, отношение к… Ну, это все меняет. Это очень интересно. Ну, потому что это, ну, явно так. И дети зачастую спрашивают про эти вопросы, а что у детей? А они в новом году, если это зачастую и оправдывает, потом наносное приносит все. А давайте тогда задаемся вопросом, а где же тогда последовательность 3, 2, 1? Потому что если раз, 3, 2 – это многообразие этого мира. Ну, для примера, как оно проявляется, да? То есть, очень. Мысль – это троичная форма. Она приходит, как волна, к нам. Мы являемся, в данном случае, приемниками. У нас даже есть для этого специальный орган, назовем да, если сме. Это лимбическая система, центральная нервная система. Она имеет, кстати, форму круга, да, крейцерова круга. И, соответственно, она ловит эту мысль. И потом мы своей волей переводим эту мысль, переводим ее в двоичное пространство Земли. То есть, шла мысль, пришла к нам, мы ее обработали, и потом своей волей положили на Землю. Например, шла ко мне мысль, как мне сделать так, чтобы было удобно писать. После этого я думаю, и у меня появляется стол. Стол имеет линии, это чистая двойка. То есть, тройка мысли шла ко мне, преобразовалась через меня в двойку. Но если я пойду, в данном случае, внутрь стекла, то я увижу силикат. Ну, а это чистая тройка уже, потому что это божественное. То есть, здесь три, два, три. То есть, такие круги идут. Это очень интересно, которое тоже описывает раз, три, два. И, кстати, здесь же прекрасно обосновывается указ Мингу Тимура, про который я расшифровку присылал Андрею Петровичу. О том, что предвечного неба силою, высшей волею Троицу, мое ханское слово. Предвечного неба силою – это раз. Оттуда. Воля троичная, она вектор имеет. А двойка, мое ханское слово, где? На земле. Земля – это двойка. Чисто получается раз, три, два. Она и здесь повторяется, это последовательно. Это удивительные вещи. Я вообще хочу сказать, что мне кажется, что изучение раз, три, два и три, два раз займет огромное количество времени. Потому что даже просто представив себе ДНК и начиная думать про тринуклеи, тринуклеотиды кодонов, либо там про гуанин, тимин, цитозин и одинин, в ракурсе этой мысли и в ракурсе этих последовательностей будет скрываться много чего, на самом деле. Это прям интереснейшее исследование, которое могут привести к каким-то удивительным открытиям вообще по большому счету. Так вот, а где же тогда в Библии находится три, два, один? Потому что если раз, три, два в первой главе, и она четко показана, и она показывает разнообразие всего этого мира, то где-то должен быть заложен смысл три, два, один. И я все больше и больше прихожу к мысли о том, что три, два, один – это начиная со второй и далее. Потому что далее создается Адам, который создается по модели три, два, один. Там написано «перстами взял землю и вдохнул». Ну, а перстами взял землю – это две песчинки или два кусочка глины – и вдохнул третье. Это тройка. А, соответственно, дальше с учетом ребра двойка появляется третья – семья. Три, два, один. Семья – это шедевр, это единица. И тогда получается, тогда возникает вопрос, а что еще открывает нам, какие возможности, интересы открывает эта последовательность? Я вам покажу. Давайте вспомним, что у нас круг, тройка. И он начинает двойкой разрываться, то есть выворачиваться, то есть начинать выходить это. То есть в этом случае, вот если мы начинаем делать из тройки это движение, то оно будет выворачиваться спинами кругов. То есть раз сюда пошел круг, ну то есть сюда пошел круг, спины, спины, спины. То есть, а что это такое? Это, если нарисовать, это тор. То есть тор, который крутится, да, то есть со спинами разными. То есть если вы представляете, то, и когда вы смотрите, чтобы он был как бесконечный двигатель, у него здесь нарисована такая, как светящаяся звезда. Очевидно, что это раз-три-два, потому что эта задача не имеет конца. И она заставляет крутиться и так далее. Но когда она создает вот это кручение тора, и появляются новые тройки, появляются новые круги со спинами, эти спины начинают крутиться в разные стороны. То есть с одной стороны начинается движение, создается бесконечное разнообразие всего того, что вы видите вокруг. А с другой стороны эти спины, то есть вот эти окружности, одно вот сюда, такой спин, другой как-то вот сюда. Ну то есть если представить себе пространство, то одно сюда стало крутиться, другое сюда, третье сюда. А спины это что? Это окружность? Это же мысли. То есть если мысль имеет волновую функцию, то есть ведь первый день это смыслы, это мысли. То есть и разрывы в их дальнейшем приводят к мыслям, которые начинают крутиться в разные стороны. А если мы соотнесем изучение Акимова, Ашипова с торсионными технологиями, торсионными полями, то мы знаем, что в торсионных полях притягивается то, что крутится в одну сторону. Крутится оно в электромагнитных плюс на минус, в гравитационных малое к большому, а в торсионных то, что крутится, имеет спину в одну сторону. Если мы соотнесем эту историю с людьми, то мы поймем, что крепкие семьи это те, у которых два человека думают в одинаковую сторону, думают об одних и тех же вещах одинаково. Ну, скажем так, что у них сходятся точки зрения. Тогда эти семьи долго живут и счастливы. И тогда модель 3-2-1 это путь, каким образом вот эти спины, которые запустились в последовательный раз-3-2, и они создавали разнообразие этого мира, всего того, что мы видим, то модель 3-2-1, которая соединяет, это путь к тому, чтобы эти спины привести к одному направлению. И если люди, которые сейчас думают, и мысли их разбросаны в разные стороны, совершенно туда-сюда-сюда-сюда-туда, и поэтому люди разные, люди по-разному думают, и это приводит, возможно, к приведению к конфликтам, к воинам и так далее, и тому подобное, то если найти механизм, который бы соединил и дал бы возможность людям думать в одном направлении, то это явно бы их сблизило. А если бы это начало бы их сближать, то в этом случае вероятность конфликта между ними стала бы падать. А если падать, то в этом случае снижается вероятность запуска воин. И тут мы приходим к тому проекту, который развивался параллельно с осмыслением этой задачи. Это проект Ума, это проект социальной сети Мессенджера, который я рассказывал на одном из видео в Школе Здорового Смысла с Александром Гарунычем и Владимиром Викторовичем. Я хочу сказать, кстати, что Александр Гарунычем был первый, который тут же принял идею раз-три-два. И это было мне настолько приятно. Вторым, кто принял, это был Михаил Борисович Левин. При этом он сказал, что их учили чему-то подобному более 20 лет. Правда, не сказал, где учили. Соответственно, потом я только озвучил эту идею Андрею Петровичу Девятову. И исходя из того, что он сказал это в информационном пространстве через какое-то, через полтора месяца после того, как я ему рассказал про нее, соответственно, это значит, что все же эта идея нашла в нем отклик достаточно сильный. Соответственно, так что нужно сделать? Получается, если задача и смысл – это людей соединить через вращательное движение, то надо найти механизмы, которые бы соединяли людей во вращательном движении. Эти механизмы могут быть как оффлайновые, так и онлайновые. Потому что, исходя из того, что я показал механизм раз-три-два, мы понимаем, что не есть проблема двойка, не есть проблема тройка. И проблема в том, что двойка и тройка не находятся в балансе между собой. То есть, если они будут в балансе, то это прекрасно. Именно и эта цель. Потому что, если не будет двойки, а будет одна тройка, мы будем ходить по кругу за стои. И нам повезет, если это будет радостное состояние, а если это будет безрадостное состояние, то он находится в постоянном ужасе. То есть, это ужас. А это тоже тогда тройка получается крутиться в одном круге ужаса бесконечного. Безременье и ужаса. Вот. Как и в двойке, в постоянной борьбе бесконечной. Это тоже состояние. Как вот 0,1 вы говорите. То есть, как 0,1 является моделью ярчайшей. Это максимум двойки. 0 и 1. Соответственно, нужна модель. И модель оффлайновая, она известна. И она там набирает обороты. И ее используют кабалисты. Вот. Пришло время для того, чтобы объединять людей. И у них самое главное – это связь. Вот. У них модель, соответственно, поручительства. Когда они собираются в десятки и друг с дружком связываются в связь. И потом есть механизмы восхождения. По-моему, если не ошибаюсь, 125 ступеней. Это очень крутая модель. Она создает очень крепкие связи. Ее единственные минусы и минусы – это очень долгая модель. Ну и, конечно же, очень дорогая модель. Хотя она создает очень крепкие связи. Вот. А какие есть механизмы более быстрые могли бы решить эту проблему? Ну, соответственно, это механизмы явно социальных сетей. И ко мне пришла идея. Она была вообще-то… Первый раз, наверное, появилась в 2012 году. Но реализовывать ее начал в 2014 году. Вот. Она была такая… Пока еще тогда не оформленная. Что вот если бы были бы какие-то взаимодействия людей такое же, как в реальном мире. А в реальном мире мы живем в городах, общаемся в местах. У нас происходит общение. Между нами ходят какие-то денежки. Эти денежки мы тратим на товары и услуги. И вот наш мир. Вот если бы такую модель перенести в цифровое пространство, то у меня была когда-то яркая вспышка. Это было в 2015 году. Что такая модель могла бы остановить войну. Она еще талантов не была. То есть это то, что является в конечном итоге связующим звеном. И отвечает на вопрос вращения. И, соответственно, вот этого спина, который создается. Ну, как бы идея захватила. Я над ней работаю уже более, получается, почти 5 лет. Запуск этого проекта скоро. Александр Гарунович сказал, что ему очень нравится этот проект. И будет всячески помогать. Я ему бесконечно благодарен на это. Мы находимся в связи с ним уже по этому проекту. Достаточно длительное время. Владимир Викторович Прусаков дал совершенно фантастические идеи, куда можно развивать этот проект. Я думаю, что это просто время. В следующем чуть-чуть подойдет. Вернемся к проекту. То есть модель Ума, которая, говорит, социальная сеть и мессенджер, она построена по такому же принципу, как и построена наша жизнь. То есть в ней есть город, города, где он даст. В ней есть места. Чаты. Это механизм, это аналог общения людей. Они привязаны к местам и городам. Допустим, это парк, ресторан, бар, сквер, дом. Эти места иерархично привязаны к городу, допустим, Москва. И к этим местам привязаны чаты. Мне просто написано, чаты, чаты. Соответственно, а между людьми, которые общаются в этих чатах и в этих городах, ходят цифровые инструменты под названием таланты. А нарисую кружочек. Человек, человек, человек. Талант ходит между людьми. И получается, что двойка цифровая волей человека закручиваются в тройку. И каждая транзакция передачи таланта в чатах записывается. То есть, что такое талант, если проще сказать? Талант – это передача положительной энергии. Это лайки, соединенные в цепочке. И получается, что плюсик, один лайк в одном чате, во втором чате – это положительная энергетика, которая кружится в круге. И у каждого человека свой талант. И каждый талант может собрать всех людей мира. А теперь представьте себе, что если талант, цепочка лайков человека собрала всех людей мира, то что у нас открывается? Во-первых, эта цепочка, она открытая. Она передалась в реальном аналоге нашей жизни. Это в общении людей. Мы знаем в этом случае, что эти люди реальные, и они подтвержденные люди. То в этом случае, в этой цепочке можно запустить обсуждение тех задач, которые интересуют всех. А если мы найдем такую задачу, которая интересует всех, и попытаемся все вместе, миллион, сто миллионов, миллиард человек, думать в одном направлении, то запустятся спины мыслей людей в одну сторону. И представляете себе махину мыслей людей, которые будут думать над одной и той же задачей в режиме реального времени. Соответственно, и мы будем знать, кто это думает в моем таланте. Допустим, 5 миллиардов человек. Я знаю, что все, вот эту задачу мы запустили. Давайте мы думаем. Что это может быть? Это может быть этика. То есть, разработка того набора правил, что можно, что должно и что нельзя, их не так уже много будет, естественно. И для того, чтобы мы нашли те правила, которые могли бы нас объединить, невзирая на цвет кожи, на вероисповедание, на идеологию, то есть поверх всех этих признаков, по большому счету. А если мы будем думать в одну сторону, спинами одинаково, то мы будем сближаться. А если мы будем сближаться, то вероятность риска агрессии между нами будет снижаться. И этот механизм быстрый, очень быстрый. И он потенциально точно реализуемый. И получается, что у нас появляется инструмент, который я обсуждаю с Александром Горунычем, который мы начнем продвигать с помощью школы здравосмысла, и многих других людей. То есть, у меня много друзей, которым очень близка эта идея. И раньше на меня многие смотрели как на идиота, я могу сказать точно. То сейчас, когда началась вот эта пандемия, когда всех разделяет и всех разбивает по частям, ко мне обратно, а где твой проект? Давай запускать. Потому что это очень сильно нужно сейчас. И одна из стратегий успеха – это идти против движения. Когда сейчас движение нацелено на всех разделять, то стратегия по сближению, она выигрышная. Тем более, что она относится к ценностям человека. То есть, она очень близка ценностям людей, то есть, объединится. То есть, пример – это семья. Это же объединение, это же круг. Это же, по большому счету, это и есть торсионное поле внутри семьи. Вот. И такая модель, она появится. Более того, что самое главное, что в этой модели, которая названа умой, в которой есть механизм таланта, это механизм спинового вращательного окружения, вращательного движения мыслей людей, то есть, передачи положительной энергии, заложена и модель, которая позволит собрать средства и направить их на такие проекты, которые могли бы изменить модель Дельт. Каким образом? Мы этот проект раздадим. В этом проекте не будет контрольного акционера. То есть, по модели 50, 31, 19. То есть, это золотая пропорция, соответственно, в которой 31% будет отдан команде и инвесторам, 19% будет отдан государством, и 50% будет отдана 5-миллиардам пользователей, людей, которые будут распоряжаться 69-ю, то есть, 50 плюс 19, 69-ю процентами прибыли. А что это значит? Что это дает? Модель умы, она несет в себе цепочку добавленной стоимости, более длинную, чем у Безоса, чем с его Амазон. То есть, потенциально она может собрать всю добавленную стоимость, которая существует. А внутри этой умы заложенные модели монетизации, они построены по моделям транзакций. То есть, с каждой транзакции можно собирать маленький процент, который будет поступать в общий котел долевого участия всех людей. А если это общий котел будет работать, то какой потенциал этих денег, давайте это поймем? Он складывается очень просто, исходя из потенциала байбеков, которые направили корпорации мира за последние 3-4 года. Почти 4 триллиона долларов. Один Facebook отправил более 20 миллиардов долларов на байбек. То есть, это те деньги, которые они не знали, куда вложить, и, соответственно, отправляли на выкуп обратных акций. Но в модели существующей экономики эти деньги идут очень малой группе людей. И понятно, что эта модель выталкивает их туда. А в случае, если мы создадим новую, совершенно уникальную модель, когда это будет принадлежать всем, то в этом случае компания, допустим, заработала 10 миллиардов долларов. В рублей можем перевести. Бессмысленно раздавать 5 миллиардам, это по 2 доллара. И поэтому заложено в идее, что эти 5 миллиардов людей будут распоряжаться этими деньгами. А что значит распоряжаться? На какие проекты мы можем отправить эти деньги? И в этом случае открываются уникальные возможности осуществления прорывных совершенно технологий и так далее. Потому что в этом случае огромные коллективные массы будут думать, какие проекты для нас и для наших детей важны, которые обеспечили наше будущее, которые могли бы реализовать наши возможности и наши потенциалы с учетом того, что профессии будут отмирать. Непонятно, что будет с детьми. То есть явно все бурлит. Все бурлит. Куда дальше двигаться? И тогда, ну представляете, мы с талантом, который является связью, вместе все в чатах системы нарисуем наш образ будущего. Обсудим его. Соберем деньги в системе. И после этого направим эти деньги на проекты. А так как у нас в системе будут все, мы соберем лучшие кадры, которые только возможны. Мы дадим людям работу. Ведь талант еще и является механизмом оценки Гудвилла. То есть это когда каждый оценивает каждого. Это троичная, это человеческая модель. Это не модель, которая сейчас предлагается, либо шведский опыт, либо китайский вариант социального рейтинга. Там третья сторона оценивает. И, соответственно, это создает напряжение. А в этой модели каждый оценивает каждого. И это открытая модель. Это опять тройка прекрасная в содействии с двойкой, в балансе с двойкой. Вот я вам рассказал про проект, который я занимаюсь, и который находится на стадии запуска. Мы его запустили в прошлом году в тестовой версии в андроиде. Получили очень интересные результаты. Чаты начались на 80 пользователях. Самое интересное, что девушки и женщины были в восторге от того, что они когда поняли идею таланта, которая может сблизить людей и становить войну, прям это была очень яркая вспышка у них. Им очень понравился этот талант. Они сказали, что это очень сильно осознанные лайки. Во-вторых, я предложил такую модель управления городской средой. Встречался с двумя мэрами городов. Они тут же согласились, что такая модель управления, когда я ему даю управление городской средой, она им очень нужна. А если это можно сделать городской средой, то это можно поднять на уровне губерний. И здесь Владимир Викторович Прусаков предлагал совершенно фантастические идеи. А это можно поднять на уровне государства. И здесь такую модель решить. Вот проект, который соединяет модель 132321 и реальную практику. И он хорошо соотносится с теми идеями, которые заложены в книге «Русский лотос», которая вышла недавно с авторами «Сухонос», «Буданов», «Кашанский» и «Два Лермонта» Михаила Юрьевича и Владимир Юрьевич. Вот. Соответственно, она может стать какой-то практической основой для того, чтобы реализовать те идеи, заложенные в этой книге. Советую почитать. Она очень интересная и короткая. Всего лишь 65 страниц. Друзья, теперь я хотел бы коснуться темы, то, которая произошла в Школе Здравого Смысла в межпраздничные майские дни, и участником которых я был, и оно получило какое-то некрасивое развитие. Как мы знаем, Школа Здравого Смысла, канал Школы Здравого Смысла существует уже 15 лет. Это коллективный труд большого количества людей. Конечно же, звездой там был Андрей Петрович Девятый. При этом, кроме Девятого, там работал коллектив. Я не так был близок с ними. Я приходил со своим проектом. Первый раз я познакомился с Александром Гаруновичем, получается, года три назад, три с половиной, наверное. Вот. Раза три или четыре я посетил занятия Школы Здравого Смысла, и смотрю видео как и Школы Здравого Смысла, так и Девятого. Вот. И я бы не был бы вовлечен, но просто, Андрей Петрович, вы меня поставили в рассылку, которая была, касалась темы майских тезисов Воронина. Это произошло после нашей с вами встречи, которая была 30 апреля, на которой мы долго сидели. я вам рассказывал про все то, что здесь я рассказываю на этом видео. Вот. И после этого пришла рассылка, и я помню, как все пытались найти к вам подход. И я в этом участвовал очень активно, если, наверное, второй по активности. И я говорил, что все же пытаются, есть, как бы надо, если все в разные стороны будут, то ничего хорошего-то не будет получаться. И я помню, как все обрадовались, когда Александр Горонович предложил, это все записано, все в письмах есть. Соответственно, это можно легко поднять. У меня вся переписка в компьютере, как у всех, там, порядка 20 человек, которые в этой переписке участвовали. Я помню, там, письма Лермонтова, Прусакова, Ибрагимова, мое, соответственно, ваше. И, как все обрадовались, когда Ибрагимова предложил собраться на Агапию. Как вы сказали по этому поводу, Прусакова обрадована, Раде предложил помочь тут же самое, моментально. Лермонтова предложил место проведения, но вы же отказались. А потом появилось, как все предлагали объединить усилия, вы же сказали сам по себе. А потом появилось вот это видео, в котором вы сказали, что вас выгнали со школы. Но это же неправда. это некрасиво. А когда был назван канал, над которым работали огромные, и Багимов взял, просто отошел. Я его такое глубокое уважение к нему, невероятное, когда человек просто говорит, и отойду от этого. Просто отойду. Начну заново. И там сейчас будет кристаллизоваться новая точка сборки. Душой и сердцем с ними. И вы, а второй человек, я понимаю, что это передня, Дима, канал был на Диму записан. Дима, ты мне часто говорил о том, что канал твой. Хотя мы понимаем, что там твоя роль очень важна в профессиональной сборке, сведении, продвижении каналов, но это все равно техническая роль. Ведь основное это то, что люди там передавали свои мысли, несли свой свет и так далее. Не было бы этих видео, не было бы никакого канала. И когда этот канал, который существовал 15 лет, в котором были собраны мысли многих людей, десятков, сотен людей, которые выступали, все эти видео вел практически все Александр Гарунович Ибрагимов, потом сломали, а потом назвали институт правды, какой правды? Ну, как это понимать? я хочу сказать, что сейчас карма очень быстрой становится, потому что посмотрите, что происходит вокруг, энергии просто бурлят. карма как бы карма зачастую бьет она и в разные стороны, то есть не только в тех людей, которые делают что-то непорядочное, но зачастую еще и в окружении. Если вы выступаете за правду, тогда сделайте по справедливости. вот сейчас там сколько? 73 тысячи человек? 73. Когда так называемый раскол не по вине школы здравого смысла, говорю, вас никто не выгонял. А сейчас приходят сообщения, мне вот я разговаривал недавно с Александром Гароничем, он говорит, каждый день приходят сообщения, как же, почему же вы обидели Андрея Петровича девятого? Он говорит, я даже не знаю, что сказать. кто вас обидел, Андрей Петрович? Ну, кто вас обидел? Ну, все записано, все в письмах есть, вся переписка есть. Так как бы нужно было поступить? Окей, 69 тысяч до 73 за последнее сколько появилось, это 4 тысячи чисто ваши. Но 69 тысяч людей, которые были, они же были наработаны и с вами вместе в том числе, и с тем коллективом, который работал до этого. Тогда надо дать возможность этим людям узнать правду и предложить им, чтобы у них была возможность, оставшись на канале Институт Правды, чтобы у них была возможность присоединиться к каналу Школы Здравого Смысловного, снять это грязное пятно. А что для этого нужно сделать? А для этого нужно просто на канале Институт Правды рассказать и показать и предложить людям постоянной основе какого-то в течение какого-то нескольких месяцев. «Ребята, переходите, там тоже интересный канал, там рассказывается другой, я вам рассказывал свое видение, у вас есть возможность подписаться на это, не очерняя всю эту историю, и тогда это будет красивый выход из ситуации. До свидания.